Здорово, ребятушки! Только что проснулся после зимней спячки. Сегодня 10 апреля. И у меня тут намечается небольшое приключенице. Я записался на 10-дневный курс молчаливой медитации Випассана. И сегодня поеду под Киев 10 дней медитировать. По 10 часов в день. Но не буду вас мучить. Просто хлопну сейчас в ладоши или там щелкну в пальцы. И мы перенесемся в будущее. Блин, во что я ввязался? 10 дней по 10 часов. Капец. Ладно, без паники. Вперед, навстречу приключениям. Всем привет! Вот я, я вернулся. Для вас прошла секунда, для меня прошло 2 недели. Сегодня 24 апреля. Я вернулся из Киева вчера утром. И уже вчера я хотел записать это видео, но не смог. Потому что, как вы слышите, мой голос не в лучшей своей форме. Он сел и не до конца сейчас еще встал. Все потому, что я 10 дней молчал. А потом, когда стало можно говорить, наговорился так, что голос пропал. В общем, извините меня. Но придется слушать этот скрип. Кстати, вот доказательство тому, что прошло 10 дней. Я не брился и немножко зарос. Надо это исправить. Что же такое випасана? Випасана это медитационная техника, которую использовал для просветления сам Будда 25 веков назад. То есть, мы спустя 25 веков сидели 10 дней и медитировали таким же образом. В чем ее суть этой медитации? Оказывается, в медитации существует большое множество. Я этого не знал перед тем, как поехать туда. И у этой вот такая вот специфика, что вы сидите с прямой спиной, с закрытыми глазами, дышите через нос и наблюдаете ощущения в теле. Для чего это делается? Будда считал, что страданий можно от страданий можно избавиться только путем наблюдения своих ощущений и отсутствием реакции на них. То есть, мы всегда чувствуем, испытываем два вида ощущений. Это что-то хорошее, что-то плохое. И мы к ним испытываем влечение и отвращение, соответственно. Так вот, Будда считал, что не нужно испытывать никаких эмоций по отношению к этим ощущениям. И никаких действий тоже не нужно предпринимать. То есть, у вас что-то зачесалось, не надо чесать, нужно наблюдать. Заболела спина, никак не реагируйте, просто наблюдайте. И в итоге все проходит. Собственно, поэтому и не нужно никакой реакции проявлять. Потому что плохое пройдет, хорошее пройдет, и поэтому не нужно привязываться, не нужно жестко ненавидеть, что-то. Все пройдет, все аниче. Это вот суть медитации. То есть, сидите, первые три дня вы затачиваете ум с помощью наблюдений только за дыханием в области носа. То есть, сидите, у вас опять-таки все чешется, все болит, но вы следите только за дыханием в носу. Потом эта область сужается над верхней губой, полоска между носом и губой. Вы только концентрируетесь на ней, а потом начинается собственно випассана. Это вы этим заточенным умом прощупываете все тело, ищите ощущения и не реагируете. Вот вся суть медитации. Распорядок дня. Я уже знал до того, как приехать, что будет довольно жестко, что придется вставать в 4 утра, поэтому три дня до поездки я вставал в 4 утра, пытался кое-как медитировать, просто сидел, дышал, расслаблялся, не использовал технику, потому что я точно ничего особо о ней не знал, поэтому я просто сидел и пытался как-то расслабиться по утрам. И не знаю, помогло мне это или нет, но все 10 дней я вставал за полчаса даже до 4, то есть в пол четвертого утра, чувствовал себя прекрасно, ну то есть мне конечно не хотелось выбираться из-под одеял, потому что был жесткий дубак, но в остальном ни такой вообще сонности никакой не ощущал. Все 10 дней снились очень яркие сны, ну я высыпался. Итак, подъем в 4 часа, в 4.30 вы уже идете на первую медитацию, она длится 2 часа до 6.30 и является такой лайтовой медитацией, то есть на протяжении дня существует 3 медитации на которых они такие строгие прямо, то есть нужно сидеть, не шевелиться, не менять позу, не выходить из зала и весь час сидеть с закрытыми глазами и жестко так медитировать. Вот первая медитация с 4.30 до 6.30 она не настолько жесткая, то есть вы, если совсем приспичат, можете поменять позу, можете выйти, можете там, вот как я медитировал, я половину, час буквально медитировал в зале, потом возвращался в комнату и там домедитировал. В 6.30 завтрак, потом перерыв до 7.30 по-моему, да, полтора часа, потом опять медитация и да, с 8 до 9 это жесткая медитация, такая вот, где вы сидите в зале со всеми и не выходите и не шевелитесь. потом опять не обязательно, ну, не обязательно, нельзя так говорить, что это не обязательно, просто такая не строгая медитация, вы можете медитировать в комнате или в зале. Кстати, да, после вот этой строгой медитации с 8 до 9 такая особенность была, что учитель решала вообще вам идти или не идти и она периодически говорила, что сегодня утром я медитирую с новыми студентами мужчинами и значит все остальные могут пойти к себе в комнату и медитировать там, а новые студенты мужчины остаются и она подзывает группами по 6 человек и спрашивает ну, что, как медитация, какие ощущения, есть, вообще нету, так как я особо не хотел разговаривать, то я просто там либо кивал, мотал головой, ну, то есть я хотел свести к минимуму всякое общение с учителем можно общаться, но я особо к ней вопросов не было, поэтому я и не сдал ничего вот, по крайней мере, в это время после утренней медитации к учителю, кстати, можно было записаться еще на 11.45 в корпусах висели списки, куда можно было вписать свое имя и там проконсультироваться по поводу того, что тебе там, что-то получается, что-то не получается, но сугубо технические вопросы именно касаемые техники медитации, никакого философствования, никаких там загонов, не надо ничего выдавать, вот, только по технике и в конце дня, после вечерней, самой последней медитации, тоже можно с ней было поговорить, задать вопросы. Этим я воспользовался вообще всего лишь два раза за все десять дней. Один раз это на третий курс, на третий день я спросил, что, ну, если я ничего не чувствую при выдохе носом, что мне делать? Он сказал, ну, не чувствуешь и не чувствуешь, значит, ты ничего не чувствуешь. Хотя до этого все время говорилось, что постарайтесь что-то почувствовать, следить внимательно. Я вот сидел, сидел, следил внимательно, ничего кроме жжения в носу я не чувствовал, у меня было достаточно легкое дыхание. Она сначала посоветовала просто резче отдохнуть, то есть вот так сделать пару раз так вот. И я ничего не почувствовал все равно, и она сказала, что не чувствуешь, так не чувствуешь. И на следующий день, кстати, я почувствовал, я уже начал чувствовать, как у меня ноздри расширяются и сужаются. И я все время возвращался потом к этому ощущению. То есть это был такой маркер для меня. Когда куда-то улетали мысли, я сразу ловил вот это вот сдвигающиеся, раздвигающиеся ноздри и возвращался в медитацию. Итак, вернемся к расписанию. После вот этой лайтовой утренней медитации наступает обед, в одиннадцать часов и потом полтора часа отдыха. После этого опять медитация, среди которой с двух тридцати до пятнадцати тридцати по-моему такое время. Могу немножко ошибиться, но просто вот это время все с часу до пяти это медитация и вот один час из них это строгая медитация. В пять часов полдник, ну я его так условно назвал полдник, новые студенты могли съесть яблоко выпить чаю, старые только компот. Ну или наверное тоже чай. Причем прикол в том, что в столовой был такой чай большой с компотом и было написано только для старых студентов, а пили все вообще все подряд. я долго держался пару дней так не пил потом вижу что все пьют и он в принципе остается немножко налил себе но это такой компот из сухофруктов мне не очень понравился поэтому я его потом и не пил совсем. После полдника опять-таки небольшой отдых с пяти до шести это как бы полдник и отдых и с шести до семи опять строгая медитация с семи до восьми лекция там это была достаточно такая интересная часть дня когда все не покидали зал для медитации после строгой медитации слушали лекцию где Гоинка это тот дядька который популяризировал всю эту тему свипасаны то есть он распространил это по всему миру благодаря нему начали возникать все эти центры медитационные попипасаны он умер пару лет назад в тринадцатом году кажется очень жаль и вот он на английском в одном месте давали послушать эту лекцию а в медитационном зале все слушали по-русски лекция была достаточно большая утомительная и каждый день это было на протяжении десяти дней поэтому я хоть и знаю английский но решил не рисковать и слушал все время по-русски и после этого опять медитация она длится в отличие от всех остальных 45 минут всего лишь по расписанию но мне кажется и того меньше потому что обычно из-за вот этих мелких отдыхов между медитацией после лекции после медитации размять кости сходить в туалет все немножко сдвигалось и эта медитация она вообще мне кажется сокращалась до получаса может до 25 минут бывало совсем мы чуть-чуть сидим и медитируем и после этого все идут кто-то кто хочет помыться потому что с 9 до 9 где-то до 10 по-моему горячая вода ну и отбой условно в 9.30 и следующий день то же самое и все в принципе с небольшими заменениями вот такой вот график на все 10 дней то есть 4 подъем и в 9.30 отбой идем дальше нужно еще отметить что помимо того что нельзя было разговаривать нельзя было пользоваться телефонами всякими девайсами нельзя было даже писать в ежедневнике и в принципе заниматься какими-то такими жесткими практиками по йоге ну то есть сказали вообще все уберите все занятия спортом все вообще стоит от этого отказаться и помимо этого всего женская и мужская часть медитирующих разделяется то есть в нулевой день перед первой медитацией после регистрации всех делят говорят вот женщины грубо говоря на право мужчины налево и вся территория в которой разрешено находиться на время этого 10-ти дневного ретрита она разделена на женскую и мужскую у женщин свой корпус у мужчин свой корпус столовая разделена на две части на мужскую и женскую и вообще мы никак не должны соприкасаться видеться и об этом предупреждают что если вы едете парами то не стоит как-то улучшать момент и пытаться пообщаться то есть вы здесь для себя и поэтому каждый пока 10 дней эти длятся должен заниматься каждый своей медитацией и рыться в своей голове вся территория размечена такими веревочками и на которых висят надписи о том что это например конец женской территории конец мужской территории то есть если вы не злостный нарушитель и решили соблюдать все как есть вы ничего не заблудитесь там все понятно вообще вся эта система она очень сильно отработана очень налажена четко то есть видимо столько курсов было по всему миру и что там все работает просто как винтики один раз только заснул наверное служитель который в гонг бил объявляя начале очередной медитации и вот это единственный сбой который был он такой забавный скорее был то есть через пару минут гонг все равно зазвучал вот такое случилось в остальном все работает как часы и если вы выполнять будете все то что от вас требуется все пройдет без сучка и без задоринки так устройство лагеря то есть что находится в лагере и как этим пользоваться условно лагере называется то есть у вас есть ваш корпус наш был мужской он состоит из двух этажей двухэтажный корпус в каждом на каждом этаже множество комнат по два туалета два душа раковина для умывания корпус детского лагеря в каждом в каждом номере по пять шесть двухъярусных коек они достаточно твердые ну там два ватных таких матраса в принципе я люблю больше спать на твердом поэтому мне было комфортно по росту я 192 сантиметра и чтобы полностью совсем уж вытянуться и ни во что не упираться я немножко по диагонали ложился то есть если по длине я положился то я прямо упирался в темечком и пятками уже в ограничения кроватные вот поэтому если вы еще выше то возможно какие-то проблемы но большинство таких проблем не было корпуса неотапливаемые поэтому дубак там стоял дичайший один раз только во второй день ночью включили отопление и я уж был обрадовался но потом до конца отопления не было это большая трата денег а так как все это существует на благотворительность на пожертвования прошедших уже курс то там экономят на всем и отопления нету поэтому вот наш был заезд он последний то есть после нас никого весной уже никаких ретритов не было в этом лагере и вообще десятидневных до осени не будет как я понял в Украине и несмотря на это погода стояла жутко холодная я даже боюсь представить что было с теми кто до нас проходил эти курсы и было дико холодно поэтому большой мой совет берите как можно больше теплых вещей потому что ну заболеть замерзнуть там как на 3-15 просто половина людей все время что-то покашивали там посморкались вот кстати да надо быть готовым к тому что во время групповых медитаций почти не будет вообще вот такой идеальной тишины все время кто-то кашлянет кто-то шмыгнет носом кто-то рядом сгладнет слюну поэтому стоит отрешиться не обращать на это внимания но я знаю точно что многих это может подбешивать но такое есть не надо удивляться еще небольшой полезный совет так мы резко перешли я хотел в конце все советы дать ладно уже дам прямо сейчас перед началом медитации и в конце каждой медитации Гоинка про которого я рассказывал который основал все эти курсы он поет какие-то песни по-индийски скорее всего и у него довольно-таки смешной голос и все довольно-таки своеобразно звучит поэтому можете словить пару лулзов перед первой медитацией ну как было у меня я когда услышал его напевание и такие протяжные звуки я немножко заржал там не громко но сдержался в общем поэтому мне кстати приятель говорил что послушай перед тем как поехать послушай я не послушал и вот немножко заржал так что надо быть к этому готовым но это мелочи ко всему привыкаешь в принципе так что дальше что я хотел рассказать еще ну столовая и зал медитации это вот по устройству лагеря всего то есть вы перемещаетесь в принципе по этим трем локациям еще там была четвертая условная локация это вечерний душ он в отдельном корпусе где прачечная прачечная мы не пользовались но там она была просто я ее условно так назвал где прачечная там еще один душ женщины могли пользоваться им днем во время того как горячая вода появлялась а мужчины вечером ну помимо этого в корпусах тоже были душевые по две душевых в каждом на каждом этаже с отоплением в женском корпусе я ничего не скажу я не знаю что-то я слышал что скорее всего оно там было потому что ну женщины не выглядели там девушки не выглядели настолько замерзшими как мы ну про погодные условия я уже сказал было холодно вот такая вот весна в этот раз была поэтому стоит подготовиться хорошенько я взял теплое одеяло плюс там выдается одеяло но оно достаточно легкое хоть и шерстяное но все же его одного не хватит точно на все время я его брал подкладывал на свое место медитации под под мягкие свои места плюс у нас в комнате еще не было одного человека то есть из шести спальных мест одно пустовало но одеяло там было поэтому я тихонечко завладел им оно немножко облегчило мои страдания хотя я точно знаю что у кого-то были страдания похлеще чем мои я достаточно еще себя нормально чувствовал итак что еще нужно сказать еще нужно упомянуть про кухню то есть про то чем мы питались это все было вегетарианское я не вегетарианец но нормально выдержал вообще это очень такая штука приятная оказалась питание разнообразное достаточно разные каши супы все время овощи свежие порезаны морковка свекла еще что-то там ну вот все полезное все вегетарианское и я себя очень хорошо чувствовал несмотря на то что питались мы в 6-30 в 11 и после этого фактически после 11 ничего серьезного не ели можно было взять на полдник пару яблок съесть ну вы сами понимаете что такое яблоки поэтому те кто любит поесть вас может быть это немножко испугает но я не чувствовал чувства голода какого-то чувства чувствовал чувства голода извините за тавтологию я уже заговорился в общем как-то так это напоследок что напоследок нужно сказать просто что это офигенное приключение что это безумно крутой опыт и это никакая не секта не культ наверное нужно было про секты про культ сказать вначале но фиг с ним то есть это очень практичная техника работы со своими демонами в голове и вообще я хотел бы чтобы это все прошли потому что это делает мне кажется людей добрее лучше осознаннее там сплошные плюсы поэтому всем рекомендую не бойтесь ничего и надеюсь что советы которые я вам дал они вам помогут можете еще почитать в ЖЖ я написал пост с картинками о том как это выглядит всем удачи пока привет меня зовут Олег мне 26 лет я из Киева мне нужен был отпуск пересмотреть свою жизнь свои стремления и поэтому я приехал на Випассане на Випассане я научился терпением у нас было задание сидеть в недвижении на протяжении часа я смог просидеть два часа я доказал себе что у меня железная воля кроме этого я увидел свои пристрастия свои страхи они сходили визуально во время медитации я чувствую себя намного легче и тем кто собирается посетить Випассану я советую не дезертировать и оставаться до конца при любых обстоятельствах она даст свое будьте здоровы меня зовут Сергей мне 30 лет я приехал сюда чтобы узнать себя лучше а также научиться какой-то упорядочности потому что мне так не хватало жизни тяжело было действительно заниматься собой заставлять себя делать некоторые вещи которые непривычно мне было делать в обычной жизни привет меня зовут Свет я был на Випассане 10 дней и хочу сказать тебе что это чистая чистый курорт чистое удовольствие 10 дней наедине с самим собой без мобильного телефона в тишине без контактов это то что нужно современному человеку современному образу жизни приезжай я рекомендую Рябчун Андрей 41 год город Днепр предприниматель приехал сюда для того чтобы познать себя познать кто я зачем я здесь советую тем кто не познал себя приезжать сюда тоже благодарю за внимание всем привет меня зовут Оля мне 27 лет в профессии я бухгалтер о Випассане узнала от своей подруги и захотела попробовать считаю что каждый должен пробовать и убедиться на собственном опыте что это такое самым тяжелым для меня было наверное на седьмой или шестой день молчание когда действительно сносила крышу и хотелось просто отсюда уехать но важно действительно добыть этот копис до конца и тогда будет намного больший эффект не бояться и искать себя меня зовут Андрей мне 30 лет я из Киева приехал сюда потому что уже давно понял что я нахожусь на каком-то пути что меня не устраивает такая обыденная какая-то простая жизнь без всяких интересных штук приехал исследовать себя самым тяжелым наверное как и у всех были первые дни когда ты еще не втянулся в ритм в график тебе тяжело ты не можешь долго высидеть ты не можешь понять что как сконцентрировать внимание поток мыслей ну и потом когда это все проходит день на 4-5 все изменяется в позитивную сторону все легче и легче время как-то пролетает очень быстро ну и желаю чтобы как можно больше людей решились приехали сюда потому что это невероятный опыт и он как бы делает жизнь лучше будьте счастливы счастливы меня зовут Алекс Пономаренко я бизнесмен город Киев приехал на Випасану чтобы поднять свой духовный уровень приехал сюда также чтобы решить часть керамических задач которые были с детства которые были набуты набуты на протяжении своей сознательной жизни советую тем людям которые собираются на Випасанов дойти к этому осознанно я Юра я новый студент но теперь уже старый студент курса медитации Випасан проходит в Киеве в Украине и я приехал на этот курс чтобы разобраться в себе в своем уме получить немножко дисциплины получить немножко тех качеств которые мне не достает в жизни наладить свой режим в принципе пора на религии у меня не было никакого и я чисто с практической точки зрения хотел получить какой-то опыт и научиться чему-то новому наладить свои дела в жизни ну в общем все получилось очень все хорошо пошло и все было очень классно а вам новым студентам которые будут сюда ехать я бы посоветовал обязательно взять теплые вещи потому что курсы обычно проходят в холодное время и самый тяжелый день был именно тогда когда было очень холодно очень зябко не хотелось вставать с кровати не хотелось ничего делать не медитировать ничего потому что просто было холодно и самый лучший день был когда было очень тепло и можно было поджать на солнце в спальнике меня зовут Дима я из Донецка на данный момент я не работаю поэтому у меня появилось свободное время и чтобы посетить этот курс у меня остались только положительные эмоции это было очень тяжело особенно первые 3-4 дня но я очень рад что смог все это пережить получить этот опыт который несомненно пригодится мне в будущей жизни людям которые решат попробовать этот курс могу посоветовать что нужно запастись действительно терпением нужно знать что это очень тяжело и даже если сто раз я вам скажу что это тяжело вы все равно не поймете насколько это тяжело это больно это долго нужно действительно как говорят твердая решимость или твердое намерение иметь для того чтобы действительно закончить его до конца и так как это нужно главное это работать если как бы вы будете работать то вы на второй третий день уже почувствуете результат который останется с вами перманентно на длительный срок тогда с каким-то результатом знаю уже за что вы боретесь будет уже проще удачи вам пробуйте желаю вам всем счастья и добра